Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Разберем с вами тему, это что же делать, если Тинькофф Банк подал на вас в суд из-за долга, да? Какие ваши действия? Самое первое, наверное, это нужно знать только то, что Тинькофф и, как в принципе, любой банк, сразу же никогда не подают в суд. После того, как у вас появились какие-то просроченные платежи, то банк будет по возможности как можно дольше отходить от этого момента до подачи в суд, да? Тем самым как можно больше начислив на вас пени, штрафы и так далее, и так далее. То есть это дополнительные суммы, которые банк потом получит, и это ему выгодно. Поэтому не забывайте о том, что чем дольше вы платите, да, тем дольше и больше вам потом придется заплатить, потому что в основном суд всегда на стороне банка. Поэтому если вы попали в такую ситуацию, что банк уже за ваши долги подал на вас в суд, и вам пришло письмо из суда, да, по этому вопросу, то самое первое обязательно у вас есть 10 дней с момента, когда вы получили письмо, вам нужно подать апелляцию в суд о том, что вы не согласны с решением суда, потому что если вы этого не сделаете, то по истечении 10 дней суд передаст ваше дело к судебным приставам, и тогда судебные приставы уже будут описывать какое-то ваше имущество на ту сумму задолженности, да, которую вы перед банком имеете. Ну и не забывайте, что еще вам придется оплатить и само это судебное разбирательство, потому что вот этот начальный этап, да, когда банк подает на вас в суд, вас могут даже не вызывать на разбирательство, то есть это будет решаться без вас. И тогда за вами остается только тот момент, что вы вовремя должны успеть подать эту самую апелляцию и собрать пакет документов, да, если у вас это была просрочка, к примеру, ну не просто так, да, вы там потеряли работу, у вас там по состоянию здоровья, там, допустим, даже инвалидность, то есть какие-то вот такие моменты, что причина, по которой вы не платили, у вас присутствует. И тогда с этими всеми документами, которые вы собрали, там, справки, допустим, да, всю информацию вы бы предоставили о том, что по какой причине вы перестали платить. Также если вы платили до этого какой-то период времени все вовремя, платежи погашали без просрочек, эту информацию тоже вы как выписку предоставьте, все это в суд для подтверждения себя о том, что не просто так вы сейчас не можете погашать эту самую задолженность у Тинькофф банка. Ну, конечно же, да, суд в таких разбирательствах всегда по большей степени на стороне банка. Но если у вас есть причины, да, которые вот сопутствовали тому, что вы не смогли платить, и они реально и действительные, и вы это предоставили там в бумажном виде, да, подтвердили все то, что по какой причине вы не платите, то вы вправе, к примеру, да, может быть, вас не спишут полностью этот долг, но с вас списать там вот эти штрафы, которые накопили за этот период, эту пеню, потому что пение всегда больше всего, там даже больше процентов накапливается, нежели там основной долг вообще, в принципе, у вас бы. Поэтому суд вправе списать с вас вот эти все долги, и даже, может быть, списать с вас и снять с вас от 5 до 95 процентов долга. Но это, еще раз повторюсь, в зависимости от причины, по которой вы не платили. Поэтому, если у вас были на то весомые причины, да, по образованию вашей задолженности, то обязательно расскажите об этом и предоставьте документы для того, чтобы это все подтвердить. И тогда вам не придется платить в десятки раз больше, нежели у вас там этот долг накопился, который вы не оплачивали. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много новых интересных видео. И всем до новых встреч!